Что будет, если на пути у непреодолимой силы встанет несдвигаемый объект? Вечное противостояние, в котором нет, да и не может быть однозначного победителя. Если раньше компания Samsung обходила несдвигаемый iPhone и выпускала отличные смартфоны в несколько другой нише, то теперь, когда Apple в шестом айфоне, судя по всему, покусились на территорию Samsung, увеличив экран, корейцы просто не могли оставаться в стороне. Нет несдвигаемых объектов. Именно такой непреодолимой уверенности преисполнена компания Samsung и за месяц до презентации нового айфона они представили родоначальника новой линейки Galaxy Alpha. По заверениям Samsung, Alpha должен предоставить поклонникам Android премиум дизайн, мощную начинку и компактный корпус при достаточно крупном дисплее. В общем, все то, что многие ждут от шестого айфона, но уже сейчас. Внешне альфа явный фэшн флагман линейки Galaxy. С первого взгляда бросается в глаза ультра тонкий корпус. Это самый худенький Samsung, да и вообще один из самых тощих смартфонов. Всего 6,7 миллиметров, вес 115 граммов. Но толщина не единственная дизайнерская фишка. Ребята, даже не знаю как вам это сказать, но тут в конструкции используется металл. Хотя стоп, несмотря на то, что многие новостные сайты называют альфа первым металлическим смартфоном от Samsung, это не так как минимум по двум причинам. Была уже линейка бада смартфонов Wave в металлическом корпусе и был Galaxy S4 Active, хотя там металлические были только винтики. Во-вторых, алюминий тут используется только на торцах. Задняя крышка выполнена из пластика под мелкой перфорированную, на этот раз пожалуй не просто кожу, а кожу какого-то дельфина что ли, такое от нее резиновое ощущение. Кроме цепкого материала удобному хвату способствуют и выемки снизу и сверху. Если уж немного зазеваетесь, там расслабитесь, всегда будете иметь последний шанс остановить падение об эти импровизированные стопоры. Ну а еще они позволяют поставить смартфон боком на любой из торцов, а так бы мешали кнопочки. Задняя крышка съемная. А? А что бывает разборная смартфона? Под ней находится слот для наносим-карты. Впервые в Galaxy линейке, вполне понятный реверанс в сторону владельцев айфона. Аккумулятор съемный, а вот слота для microSD нет, что пожалуй также впервые в линейке Galaxy или нет. Боязнь, что пользователи айфона не разберутся с двумя схожими слотами, ведь они привыкли к одному. Но не факт, что я разобралась больше куда совать. Но вот что даже больше приближает альфу к айфону, чем металлические рамочки. Это очень компактный корпус, визуально прям не сильно больше 5s. На моей памяти за долгое время это первый андроид флагман, которым очень удобно пользоваться одной рукой. И если у Apple при такой же диагонали получится более массивный корпус, мы все скажем ей наша дружная фл. Сборка отличная. Динамик расположен на нижней правой грани и он хорошего качества и неплохой громкости. А вот инфракрасный порт обнаружить не удалось. Тут его нет, как и нет влагозащиты. Разборный корпус позволил Самсунгу чувствовать себя более свободно при разработке аксессуаров. Тут тебе и отдельная более толстая тяжелая крышка с поддержкой беспроводной зарядки и разнообразные чехольчики-книжечки с окошком, которые предоставляют возможность не только видеть, кто звонит, погоду до шагомер, но и запускать камеры не открывая обложки. Из приколов навигационные сенсорные клавиши в сеточку. Такой текстурный рисунок используется на передней панели и они сквозь него просвечивают. Мы еще не знаем точно какой именно экран будет использован в шестом айфоне, но возможно у Самсунга много шпионов в Эппл и они что-то знают. А может были и какие-то другие причины установить в альфа экран с разрешением 1280 на 702 с отяней Full HD. Возможно они посчитали, что для диагонали 4,7 дюйма этого разрешения вполне достаточно. Но так как он супер амолед и выполнен с применением технологии Pentile, то я не могу полностью с ними согласиться, иногда пиксельная сетка все-таки видна. Вторым и последним замечанием к дисплею будет не самая высокая яркость. Ну то есть это конечно не Galaxy S3, у которого на солнце мало что вообще было видно. Тут с этим все хорошо, лучше чем практически у любого IPS, но это не уровень S5 или Note 3. В остальном все достоинства данного типа экранов. Бесконечные углы и контрастность, хорошая цветопередача и различные цветовые профили. Стекло, понятное дело, Gorilla третьей версии с олеофобным покрытием. Samsung, пожалуй, единственная компания на рынке, которая производит смартфоны по полному циклу, то есть у них все свое, дисплей, память и так далее. Единственное, раньше в LTE версиях приходилось использовать Snapdragon, но теперь и Exynos подружился с 4G. В Альфе новейший 4 плюс 4 Exynos 5430, работающий на частоте 1,8 ГГц для мощных и 1,3 ГГц для энергоэффективных ядер. Видеоакселератор шестиядерный Mali 628T, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти без возможности расширения. По производительности 5430 фактически аналогичен 5422, который используется в SGS 5. А учитывая более низкое разрешение, Альфа один из самых быстрых смартфонов из тех, что попадали мне в руки. Modern Combat 5, Asphalt, все это не просто не тормозит, а идет с очень высоким фпс. GTA на максималках идет не идеально, но это вообще очень странная игра. Я еще не видела, где она работает максимально плавно. Antutu вообще сходит с ума, почти 40 тысяч, рекорд. В общем, производительность такая, чтоб как минимум пару лет еще не задумываться, а пойдет ли у меня вот этот вот новый игровой хит. Exynos 5430 одна из первых систем на чипе, выполненная по 20 нанометровому техпроцессу, что не только уменьшает нагрев, а это действительно так. Устройство почти не греется, но и по словам производителя уменьшает энергопотребление на 25 процентов. Видимо поэтому, но еще конечно же из-за минимальной толщины самсунг установил в Альфу батарейку на 1860 мАч, маловато, даже для такого тоненького смарта. Например, у Huawei P6 2000 мАч, ну правда батарея несъемная. Автономность нормальная. По моим ощущениям, где-то на уровне Nexus 5. То есть заряда почти всегда хватит до ночи. Ну, правда, если сильно напряженный день, то может попроситься на зарядку часов в 7 вечера. 4-4,5 часа активности экрана при нормальном использовании, около 2,5 часов игр, ну или почти 11 часов видео. В этой дисциплине самсунги с Amoled всегда очень хорошо выступают. Кроме экстремального режима энергосбережения, который превращает ваш смартфон в черно-белую звонилку, способную проработать до 10 дней, появились более тонкие настройки обычного пауэрсейвера. Во-первых, режим понижения частоты с учетом избыточной производительности можно держать включенным всегда, а в случае, если заряд подходит к концу, есть необходимость использовать смартфон как смартфон, то можно включить 50 оттенков серого, и тем самым превратить вашу альфу в смарт-тв шилярис. Ну и добавить часок к времени автономной работы. Заряжается смартфон за час. На фоне флагманов считайте, что вообще мгновенно. Облочка красивая и работает очень плавно. Со времени обзора Galaxy S5 она претерпела лишь незначительные изменения. Во-первых, дизайнер чувачка сбросил все маски и показал под какими веществами он его придумал. На экране разблокировки при включении мы наблюдаем некий наркотический трип. Во-вторых, расширилась область применения сканера отпечатка пальцев. Можно в стандартном браузере вместо паролей на сайтах использовать ваш пальчик, а в магазине ПО Samsung им же подтверждать покупки. Качество работы сканера, как по мне, особо не улучшилось и оно не идеально. У него все такой же длинный список требований к вам. Лучше прикладывайте свой пальчик к датчику измерения частоты пульса. Он свою работу делает очень качественно. Из нюансов стандартная клавиатура явно разрабатывалась под более крупные экраны. Кнопочки даже мельче чем у айфона при 4 дюймах. Ну это же андроид. Вы знаете, что делать. Необычному смартфону уникальную камеру. Такую в модельном ряде Samsung больше нигде не использовали. 12 Мп, светосила 2.2 и стандартное соотношение сторон 16 к 9. Интерфейс, как по мне, один из лучших в смартфонах. На первый взгляд перегружен, но доступ к любой из многочисленных настроек можно получить в 2, максимум в 3 тапа. Автофокус не фазовый, но претензий к скорости фокусировки никаких. Она быстрая и точная во всех условиях, кроме кромешной темноты. Качество стимков на отлично. Детализация, баланс белого цветопередача, с этим все ок при хорошем освещении и норм при плохом. Помогает режим ночной съемки, а вот стабилизации понятное дело нет. Полноразмерные фотки теперь можно будет увидеть, пройдя по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Так что качайте, смотрите, составляйте свое мнение, наслаждайтесь моим непревзойденным чувством композиции и кадра. Видео записывается как в Full HD при 30 или 60 кадрах в секунду, так и в 4К. В обоих случаях к нему никаких претензий. Высокий битрейт, плавный и звук очень качественный. Эппл и самсунг напоминают двух авторитетов с района, негласно поделивших сферы влияния. Типа короче ты держишь ларьки, если бы больше ба, а она по магазинам крупным работа. Но что-то пошло не так и эппл полезли на территорию корейцев, ведь по слухам будет не только 4,7 дюймовый, но и 5,5 дюймовый айфон или айпод. И самсунг должен был ответить на удар, который решено было прежде всего нанести по области дизайна. Я не уверена, что он получился сокрушительным или даже ощутимым, но он обозначил новое направление, в котором самсунг будет работать. Совмещать мощную начинку и премиальные материалы в рамках линейки альфа. Хотя вроде и ноут 4 будет с металлом и вообще, что мне подсказывает, что флагманских смартфонов у самсунга теперь будет по два. Сам же альфа пожалуй единственный действительно компактный андроид смартфон на рынке с немаленьким экраном, ничего таким дизайном, отличной камерой и топовым железом. Да, я в курсе про Z1 компакт, но там дисплей мелкий, а корпус большой. Цена? Вот основной вопрос, я бы сказала. По цене альфа находится ровно посередине между S5 и S5 mini и непонятно почему за алюминий приходится столько доплачивать. А вот у нас тоже вроде бы классный канал и ничего не нужно доплачивать за подписку. Просто подписывайтесь, лайкайте, потому что вы же нас любите, правда?